Девушки отдыхают Домиками внизу В упаковке сразу же имеется инструкция По пользованию Так вот В которой На японском в принципе Все написано И Некоторые там действия указаны Как включить, как выключить Что, что, куда, где, чего, когда На коробке присутствуют Китайские иероглифы Ну, в общем Кто разбирается в этом всем В японском и китайском Я думаю, тот на официальных сайтах Найдет всю необходимую информацию Такая вот замечательная упаковочка Значит, внутри нее Идет такая еще упаковочка В ней находится, собственно Дозиметр и элемент питания Ну, давайте Уберем это все И посмотрим на Сам прибор Пока он будет выключен В упаковке идут инструкции На японском только языке На английском нет инструкции Две Одна такая вот Черно-белая Видимо, как Как что На аппарат ТТХ Как батареечка Вставляется Показания Чего, как Сколько Дозы облучения Рекомендованные Допустимые В Японии Уход За ним Ну Технические характеристики Изделия Сразу вот Может Тут их увидеть Ну и прочая Контактная информация Все это Выполнено В таком В традиционном Японском стиле Вот Это одна инструкция И идет Вторая инструкция В цвете Тоже Только на Японском языке Значит Ну здесь Опять-таки же Дозы допустимые В Японии Какие-то Инструкции Вот к примеру Что больше всего Накапливает радиацию Какая-то Беда Вещи Там Вот Все это Началось Массово Видимо В Японии После Случая Ихнего Нафокусиме Значит Здесь Дон Дозы Да Получаемого Облучения На различных Высотах Там При Медицины Где какие То есть Там Видимо Солнечная радиация Рассказывается Все так В цвете Вот Ну все это На Японском Так вот Забавно У них Человек Который Меряет Фон Видимо Все это На Японском Это скорее всего Какое-то убежище Для выживальщиков Видите И вот Какие-то Заметки Когда в убежище Спрячешься Писать Здесь День Первый Окинава Вечером Ну тут Описывается Видимо Датчики Которые Вообще Используются Счетчики Гейгера Мюллера Различных Типов В данном Устройстве Используется Электронный Тип К этому Сейчас Придем Так Вот Так Вот И Вот Так Ну С этим Все Собственно Перейдем К самому Прибору Давайте Начнем С Задней Части Крепится Он Такими Вот Фирменными Винтами Которые Обычные Отвертки Не открутить Я неправильно Показываю Вот Вот Ну что-то Фокус Теряется Так Made in Japan Написано И Заглушка Для Аккумулятора Либо Батареи Которые Здесь Используются Один Элемент Питания Используется Так Значит Он Выглядит Сам Прибор Так Что ж Так Что ж Так Ну Так Вот Да Сам Прибор Мерит Он В микро Звертах Точность Прибора Плюс Минус 20 Процентов Вот Кнопки Управления Кнопки Управления Здесь Сброс Включить Выключить Звук И Собственно Механическая Кнопка Включения Выключения Прибора Так Ну Значит Что сказать Там Диапазон Измерений У Данного Радиометра Скажем Так Извиняюсь Диапазон Измерения У него Составляет От 0,05 До 9,99 Микро Зверт В час Размеры 170 На 22 Миллиметра Где-то Вес 60 Грамм Время Измерения Не более Двух Минут Значит Отображается Значение Каждые 10 Секунд То есть Не в реальном Времени На каждую Секунду Показывает Изменение Значения А Раз В 10 Секунд Что Для такого Прибора На мой взгляд Вполне Достаточно И Больше И не нужно Значит При заявленных В то же время 20 Процентах Извиняюсь Что Почему-то Не в фокусе Вот При заявленных 20 Процентах Он В принципе Держится В районе Где-то 15 Ну Это Не так уж Существенно Сразу Стоимость Для кого Интересует Узнал я На ибы Он стоит В районе От 2000 До 3000 Рублей Включая Доставку Вот В этом Диапазоне Цен Находится Так Вот Сразу Стоит Отметить Что Прибор Значит Небольшой По размерам И Я его Планирую Использовать То есть Как Походный Где-то Там В путешествиях Каких-либо То есть Этим Приборам Нельзя Скажем так Точно И с уверенностью Замерять Гамму В продуктах Питания И прочее Прочее То есть Это Не такой То есть Прибор Но К слову Сказать Другие Домашние Дозиметры И радиометры Которые Используются Сейчас Имеются В продаже И Пользуются То есть Популярностью Они Скажем Тоже Не позволяют Это делать Но стоят Гораздо Больше Значит Ну что Такое Что С фокусом Вот Значит Давайте Включим Выпуска Идет Настрой 30 Секунд Замеры Производит Да Индикация Еще Осуществляется Диодом Таким Вот Светодиодом Вот Наконец Фокус Попался Его Задача Скажем Так Чтобы Не вляпаться В радиоактивное Какое-то Пятно В путешествиях Либо В незнакомых Местах Вот Он Предупредит Как Звуковым Сигналом Так Наверное Просто Наверное Просто Придется Включить Ручной Фокус И Вот Так Вот Оставить Как Ручным Сигналом Так И Морганием Диода Для Кого Это Будет Удобно То есть Точно Измерять Им Не Получится Вот Аналоги Аналоги В России Которые Продаются Это Радекс Но Аналоги Стоят Как минимум В два раза Дороже Ну и Для кого-то Они могут Быть лучше В плане Там Точности Измерений Для кого-то Хочется Больше Но По сути В интернете Я думаю Вы Сможете Найти Ролики Значит В которых Проводится Измерение Как Радекс Так И Вот Айкаунтер С И Значит Значение Показываю На Экране Вот Так Вот Выполнен У нас Пластиком Что-то Значит Такой Вид Довольно Таки Не пугающе Выглядит Как Медицинский Прибор Будто Какой-то Градусник И Размеры По толщине Такой Как Можно Сказать Батарейка Практически И Легко Помещается В карман Для Крепежа Также Имеется Такая Вот Веревочка То есть Возможно Можно Носить Там На шее Его Как-то При желании Либо Ремешок На руку Делать Сейчас Вот Мы Видим Фон На данный Момент Который Имеется Это 0 09 Микрозиверт Ну 10 Микрозиверт 10 Микрозиверт Это 10 Микрозиверт В час Кто Хочет Перевести В рентгены Для Кого Это Привычно Потому Потому Что У нас В России Ну И В союзе Меряется Все В рентгенах Обычно Все Привыкли На слуху Да И Зиверты Могут Вызвать Некоторое Недоумение Сколько Ж Чего Ну Так Вот 10 Микрозиверт Это 10 Микрозиверт В час Допустимая Доза Вообще Облучение Скажем так Фона Радиоактивного Это До 50 Микрозиверт В час То есть Здесь Будет Написано 0,50 Микрозиверт Это Будет Равняться 50 Микрозиверт Значит Фон Будет Уже Превышен Прибор При превышении Фона Будет Значит Издавать Писк Если Включить Звук Звук Включается Вот На кнопку Саунд Выключен Включен Вот Ну Писк Негромкий Ну Услышать Можно То есть Попискивания Такие Он Не будет Реагировать На какие-то Резкие Всплески Радиации То есть Такое Что-то На секунду Две Дало Дунуло Он На такое Не среагирует Скорее всего Это Нужны Другие Приборы Но Такие Вот Меры Достаточно Для использования В домашних Целях Здесь Минимум Кнопок Минимум Разбираться Нужно В управлении То есть Достаточно Просто Включить И И наблюдать За экраном То есть Услышав Какой-то Писк Или что-то Такое То есть Уже Адекватно Реагировать Значит Да Друзья Кто-то Веселится Что фон Растет Мне Самому Страшно Ну шучу Конечно же Измеряет Он Как я уже Сказал В микрозивертах В час Так Так Вот Фокус Да Приборы Достаточно Интересны На мой Взгляд Вот Датчики Устройства Это Фотодиоды Которые В количестве Четырех Штук Расположены Вот В этой Области В этой Части Вот Чувствительность Конечно Для многих Может быть Слишком Низкой Но Прибор Справляется С заявленными Плюс Минус 20% Не стоит Его Сравнивать С какими-то Более Габаритными Устройствами С более Объемными Счетчиками Гейгера Мюллера То есть Стоит Понимать Для чего Этот прибор Его стоимость Его внешний вид То есть Его удобство Вот Для себя Вот Я уже Как и сказал Я решил Его Значит Использовать Как такой Вот Носимый Радиометр Питающийся От одного Элемента Питания Достаточно Долго Работает И В принципе Ведет Себя Адекватно Для Большинства Повседневных Задач Этого Вполне Достаточно Значит Измерение Происходит Раз в Десять Секунд Через Какое-то Время Прибор Может Засыпать И Просыпаться После Каких-то Изменений Либо Вот Уходить В режим Полного Выключения Но У меня Такого Еще Не было То есть Точно Сказать Не Не могу С Японским Проблемы Имеется Поэтому Что-то То есть Вычитать Из инструкции Пока С трудом Удается Вот Думаю Было интересно Благодарю За внимание Стоит Учитывать Что Радиоактивный Фон В том Метро Будет Выше Из-за Использования Гранита В зданиях Радиоактивный Фон Выше Чем На Открытом Воздухе Почему Рекомендуют Проветривать Помещение Потому Что Основные Источники Скажем Так Радиации Которые Встречаются В повседневной Жизни Помимо Естественного Фона Это строительные Материалы Это Возможно Радон Который В них Находится И Проще Всего То есть Рекомендуют Проветривать В помещение Чтобы Уменьшить Так скажем Радиационную Обстановочку Да Друзья От разных Мест проживания Радиационный Фон Естественно Меняется Тоже У многих Он может быть Выше Либо ниже То есть Заданного Это нужно Смотреть В каком Регионе Вы находитесь Где Вы живете Близ Чего И для Вас Может быть Какой-то Фон В 30 Микро Рентген В час Естественным Вы в нем Выросли В общем То Вот Но До 50 Это все Считается Нормальным То есть Ну а Кратковременные Кратковременные Дозы Облучения Такие Как вы Получаете В кабинете Рентгенологии Либо Находясь В воздушном Судне То есть Покидая Защитный Слой Атмосферы Вот Уменьшая Его Точнее Это Это Конечно Все Кратковременное Воздействие Ну все Друзья Надеюсь Было Интересно Для кого-то Если есть Какие-то Вопросы Пожалуйста Задавайте В ЛС Либо Здесь В комментариях По возможности Я Постараюсь На все Ответить Всего Доброго Спасибо За внимание Пока Пока Пока